Всем большое-большое привет! Добро пожаловать снова на мой канал. Какая-то пяга. Сдёрли пягу. Вы снова смотрите мой новый ASMR-влог. Он снова будет? Он снова будет? Обо всём и ни о чём. Надеюсь, что он вас расслабит. Начинаем. Подождите, нужно мне... Снимаю сейчас для влога. Хотела показать, как у меня Руняша спит. Потому что, мне кажется, это просто невозможно обойти стороной. Посмотрите, какой сладкий пёсик спит. Такой сладкий, такой уютный пёсик спит. Да, малышка? Здесь у меня кузюшек. Видите? Он считывает, что он вырос в не самой благополучной семье. У него есть привычка... Вот видите лапу? У него есть привычка сосать лапу. И он когда переживает, когда нервничает, он эту лапу сосёт. Вот такой вот тоже зайка у мамы. Да, кузюшек? Вот. Сейчас он всё меньше и меньше эту лапу сосёт. Лисёнок мамин. Но всё равно такое случается. Мамень красавица. А я продолжаю активно рисовать. Я думаю, что своим картинам очень скоро я посвящу отдельный ролик. Надеюсь, что это вам будет интересно. Расскажу обязательно о том, почему ко мне пришла вообще такая идея. Что я вкладываю в свои картины. Я думаю, что даже тем, кто особо искусством... Тех, кто особо искусством не интересуется, это всё равно как-то зацепит. Потому что это будет очень-очень-очень расслабляющее видео. Пока это просто часть моего влога. Честно скажу, что очень-очень горжусь самой. Потому что, по сути, особо никогда и не рисовала. Да, тем более в такой какой-то непонятной технике. Так что, кому интересно, ставьте лайк. Ждите, будет отдельный ролик. Идём. Пришла только что прогулки с собаками. Думала, тоже нужно что-то для влога записать. И, чтобы поняла, что вчера пришла замечательная посылка. В моей замечательной свекрови из Италии. Немножко вам покажу. Так как я прислала много всего. Но хочу показать вам то, что вам, во-первых, может быть интересно. А во-вторых, может вызвать у вас ASMR эффект. Я думаю, что правильно. В общем, она прислала мне здесь колечко. Которое раньше принадлежало ей. Такое старинное кольцо. Я сейчас обязательно вам его покажу. С настоящей не искусственной жемчужинкой. А до этого, посмотрите, она прислала традиционные итальянские сладости. Вот такие конфетки разные, шапшалки. Вот. И я их уже все попробовала. Вот есть Giannuio. Очень известная конфетка. Очень известная конфетка. А она мне совсем не понравилась. Такой какой-то странной формы. Посмотрите. Странная если смотреть. Такая пирамидка. Вот так. В общем, у нее очень-очень приятная вобертка. Так. Как будто знаете немножко. Я говорю, не знаю. Создает силу трения. В общем, это какие-то знаменитые конфеты. Если вдруг не знаете. Да, если знаете, то знаете. Ну, в общем, совсем не вкусно. А вот эти конфетки оказались очень вкусные. Молочный шоколад с орешком и хлопушком. Так. Это что? Лёв. Мужком тоже, кстати, курькишка. Лёв. Не знаю, как это будет. Ладно, Чориали. Вот так. Чувствую, я сейчас буду заваривать чаёк. Кстати говоря, вы уже заварили чаёк? Мне кажется, что СМ-ролики очень хорошо заходят под чаёк. Так. Это у нас вот так. А это с какао. Да, посмотрите, курькишка. Шоколад с какао. Другое. Другое, кстати, может быть ещё вкусное. Сюда положила шоколадку кае. Молочный, по-моему, положили к кофе или к чаю. Как-то мы с мужем ходили, выбирались попить чай с десертами. Я всегда беру там вот такие шоколадки, чтобы там их не есть. А дома, чтобы с ним, это что-нибудь вкусненькое. Такая замечательная шуршалка. Вот у нас в таком приехало блюде интересное. Блюдо, как я понимаю, пластиковое. Посмотрите, какие немножко интересные и красивые. Приехала. Сейчас обязательно буду чаёвничать. Я знаю, что многие из вас любят украшения. Парфюм. Поэтому я думаю, что... Да? Сейчас особенно приятно. Очень жалко, что нет у меня новых пока парфюмов. Потому что знаю, что многие из вас любят какие-то парфюмерные обзоры. Но как только у меня что-то появится, я обязательно вам покажу. Так. Так. Давайте посмотрим. Покрываем. Здесь у меня, во-первых, лежит моё обручальное кольцо. Это типа ловочень, это обручальное кольцо. Я практически не ношу. Мы с мужем надеваем очень-очень редко. Он почему редко надевает? Потому что мы сделали не совсем правильного размера. Два раза он уже его терял. А он к нему относится как-то более трепетно, чем я. Но поэтому для него потерять колечко. Помню второй раз, когда он потерял, мы были в талии. У него прям паника была. Просто паника. Поэтому мы их носим. Только если куда-то прям идём вдвоём. Вот. Сделаем такие колечки. Очень-очень простое кольцо с белым золотом. В принципе, всё как мы хотели. Так. Нам подарили наши свидетели. Мы у них много вариантов разных рассмотрели. Так как в Милане есть известная мивилерная мастерская. В итоге они сделали такие же кольца, как и у них. Внутри выгравирована тата и имя моего мужа. У него, соответственно, тоже тата и моё имя. Причём я попросила написать именно не Мария, а Маша. Да, и кольцо здесь носим на левой руке. Я думаю, нож на левой. Я, в общем, все кольца всегда ношу на левой руке. Мне правая нужна, да, для каких-то активных действий. А левое у меня для украшательства. Вот. В общем, приехала. Сейчас, подождите. Красиво-красиво это колечко положу. В общем, вот такое приехало ко мне. Колечко. Ценно оно чем? Так вот. Называется фьюрентино ювелирная мастерская в Палермо. Муж сказал, что это очень известная очень старая ювелирная мастерская. Да? Ценно то, что это кольцо в моей свекрови. Вот. Она захотела подарить его мне на свадьбу. Она подарила мне потрясающее кольцо. Кольцо в колье из натурального жемчика. Но у него сломалась застежка. Поэтому можно, короче говоря, переделывать. Здесь не хочу переделывать. Нужно будет как-то поедем на каникул, да, в Италии взять с собой это колье и там переделать. Такое второе кольцо. В общем, да, теперь получается, что у меня от нее есть и колье. Она тоже принадлежала, по-моему, даже не ей, а бабушке какой-то. В общем, то ли ее маме, то ли в общем, более старая колье. В общем, вот такие потрясающие подарки со смыслом. Очень изысканное, очень оно такое вот тонченое кольцо с натуральным жемчиком. Какие-то хатулечки такие. Три билеттика с одной стороны. Три билеттика с рукой делая солото. В общем, такое симпатичное кольцо. Вот, надеюсь, что... Так вот, подождите, камера-то где? Камера здесь. Вот, посмотрите. Надеюсь, тем, кто любит. Надеюсь, тем, кто любит. Про украшение сейчас приятное. Давайте я его надену. Идеально, потому что у меня по размеру. Вот, посмотрите, как изящно смотрится на пальце. Очень красиво, кажется. Причем я положила вместе с... Подождите, обречай мне не помолву. Мне кто-нибудь может объяснить, я всегда буду. Почему положила вместе? Потому что мне кажется, что вместе они очень красиво смотрятся. Вот так, как вам кажется. Можно носить вот так, да? Можно носить... Так... Так... Так я попробую. Вот, кажется, что очень симпатично. Одно кольцо слишком тонюсенькое, да? Вот это вместе. Вот это очень красиво получается. В общем, я счастлива, я довольна. Я вообще очень люблю украшения. А колечко прям такое, знаете, как... Как корона у русалочки. Так вот, если бы я была маленькая, мне бы давили вот такое кольцо. Обязательно бы на какой-нибудь своих барби, я бы так вот сверху бы его надела, как корона была бы. У меня русалочка. Такой настоящей, трикоцельной морской короне. И дальше, мои любимые, мои дорогие друзья. Надеюсь, что сейчас мы уже... Куп-куп-куп, все подписаны на... На мой уютный СМР-канал. Вот так вот положим, наверное. Так вот уже я его положу в дождите. Так вот положим. Коробочка такая приятная. Бархатная, но видно, что уже старенькая. Конечно, добавляет ей... Какого-то уюта, да? Так, она более... Темна. Лишь ты меня на туалетном столике. И радует глаз. У нас с ним получается какой-то очень коротенький влог. Но надеюсь, что ничего страшного. Мы с мужем на мотоциклах отправились красиво одетые в наш любимый отель, который здесь есть в Лазанье. Я вам уже его показывала. Называется Бо Реваж. Вот ехали, ехали, ехали. Мы встали в какую-то нереальную пробку. В общем, не понимали, что происходит. И оказалось, что приехал к нам лунопарк. Да, или как это называется? Парк аттракционов. Мы решили остановиться, да, и сходить на разведку. Посмотреть, что же там такое. Народу, конечно, было видимо, невидимо. Такое ощущение, что съехались не только, да, со всей Лазанны, но и из соседних городов приехали. Видите, вот так вот. Я одета совсем не для парка аттракционов. Прямо яблоку негде упасть. Показываю вам немножко, какая здесь атмосфера. Конечно, очень весело, очень здорово. Но дело в том, что вот помимо вот той вот страшной, страшной, высокой штуки, вон она там, кружится, да, такая, на мухобойку. Похоже, все аттракционы очень старые. Причем старые настолько, что такое ощущение, что вот я на них еще каталась, знаете, когда в парке Горького были аттракционы. То есть, получается, мое детство, это 90-е, вот я мужу когда об этом сказала, он говорит, да, а я вот точно такие же катался в 80-е, тоже у нас где-то в Италии. И я так подумала, да, страшновато. Но раз уж мы пришли, мы решили хотя бы на одном прокатиться, вот. В итоге у нас выбор пал на тот аттракцион, на котором я любила кататься с мамой, когда была маленькая, как раз в парке Горького. Вот, это такая какая-то, очень сложно объяснить, такой совсем-совсем детский аттракцион. Вот, посмотрите, как это выглядит, такая вот крутилка. У меня вертелка, купили два билета, по-моему, билет стоил 6 франков. Уселись, муж сначала хотел сесть с моей стороны, я сказала ей нет, потому что понимала, что сейчас я буду на него в этой центрифуге падать. Посмотрите, вот это единственный, наверное, новый аттракцион, который есть. Старалась снимать крупно, просто чтобы лица этих несчастных попали в кадр, потому что мне кажется, что это очень страшно, и я вот, честно говоря, ни за какие деньги, посмотрите, как он зависает в воздухе, ни за какие деньги не пошла бы на этот аттракцион. Там такие совсем молодые ребята сидят, вот, возможно, в их возрасте я бы еще как-то рискнула, так, не знаю, мне прям страшно, просто знаете, как страшно, что мало ли что случится, страшно, что случайно повернешь куда-нибудь туда голову, тебе замкнет шею. Но ребята молодцы, и под конец они даже заулыбались. Такой вот влог получился. Большое спасибо, что вы посмотрели мой ASMR-влог, мне очень-очень приятно. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, поставьте этому видео лайк, и обязательно, если оно вам понравилось, поделитесь им с теми, кто по вашему мнению в этом нуждается, потому что ASMR-терапия – это самая лучшая терапия в мире. Мы с вами увидимся уже очень-очень-очень скоро в моем следующем видео. Пока я вас все целую, крепко-крепко, крепко обнимаю. До новых встреч, ваша, ваша.